Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 января. Житие преподобной Аполлинарии. По смерти греческого царя Аркадия, сын его Феодосий, остался малым, 8-летним отроком и не мог управлять царством. Поэтому брат Аркадия, римский император Гонорий, вручил попечительство над юным царем и управление всем греческим царством одному из важнейших сановников, анфипату по имени Анфимию, мужу мудрому и весьма благочестивому. Гонорий, другой сын Феодосия Великого, получил при разделе империи Запад и царство с 395 по 423 год. Анфипат или проконсул, это основник Византийской империи, занимавший государственную должность правителя отдельной области или провинции. Этот анфипат, до тех пор, пока Феодосий вырос, всеми в то время почитался как царь. Почему и святой Симеон Метафраз, начиная писать это житие, говорит в царство неблагочестивого царя Анфимия, и во всей этой истории называет его царем. У этой Анфимии было две дочери, из коих одна младшая с самых детских лет имела в себе нечистого духа, а старшая от юности проводила время во святых церквах и молитвах. Имя сей последним было Аполлинария. Когда она достигла совершеннолетия, родители ее стали помышлять о том, как бы выдать ее замуж. Но она отказалась от этого и говорила им, «Я хочу уйти в монастырь, слушать там божественное писание и видеть чин монастырской жизни». Родители говорили ей, «Мы хотим выдать тебя замуж». Она же отвечала им, «Не хочу идти замуж, но надеюсь, что Бог и меня сохранит в страхе перед ним чистую, как он соблюдает в непорочности своих святых дев». Родителям ее казалось весьма удивительным, что она говорила так, будучи еще столь юную, и что до такой степени она была объята любовью к божественному. Но Аполлинария снова стала умолять своих родителей, чтобы они привели к ней какую-нибудь инокиню, которая бы научила ее псалтири и чтению святых писаний. Анфемия же немало скорбела о ее намерении, потому что ему хотелось выдать ее замуж. Когда же девица не изменила своего желания и отказалась от всяких подарков, которые предлагались ей искавшими ее руки знатными юношами, родители сказали ей, «Чего же ты хочешь, дочь?» Она отвечала им, «Прошу вас, отдайте меня Богу, и вы получите награду за мое девство». Видя, что намерение ее непоколебимо, крепко и благочестиво, они сказали, «Да будет воля Господня». И привели к ней опытную инокиню, которая научила ее читать божественные книги. После этого она сказала родителям, «Прошу вас, отпустите меня в путешествие, чтобы я могла увидеть святые места в Иерусалиме. Там я помолюсь и поклонюсь честному кресту и святому воскресению Христову». Они не хотели отпустить ее, потому что она была для них в доме единственной утехою, и они сильно любили ее, так как другая ее сестра была одержима бесом. А Полинария же в течение долгого времени умоляла родителей своими просьбами. И вот они, против желания своего, согласились, наконец, отпустить ее. Они дали ей многих рабов и рабынь, немало золота и серебра, и сказали, «Возьми эту дочь и ступай, исполни обед свой, ибо Бог хочет, чтобы ты была его рабою». Посадив ее на корабль, они простились с ней и сказали, «Помяни нас, дочь, в молитвах во слитых местах». Она же сказала им, «Как вы исполняете желания моего сердца, так пусть и Бог исполнит ваши прошения и избавит вас в день скорби». Итак, разлучившись с родителями, она отправилась в плавание. Достигнув Аскалона, она пробыла тут несколько дней из-за волнения морского и обошла там все церкви, монастыри, молясь и подавая милостыни нуждающимся. Здесь же нашла она себе спутников для путешествий в Иерусалим. И придя во святой город, поклонилась воскресению Господню и честному кресту, совершая усердную молитву за родителей своих. В эти дни своего богомоля Аполлинария посещала и женские монастыри, жертвуя большие суммы на нужды их. В то же время она стала отпускать на свободу излишних рабов и рабынь, причем давала им щедрую рукой награды за их службу и поручала себя их молитвам. Через несколько дней по окончании своих молитв на святых местах Аполлинария, посетив Яордан, сказала оставшимся с нею, «Братья мои, я хочу освободить и вас, но сначала отправимся в Александрию и поклонимся святому Мине». Здесь, разумеется, святому великомученику Мине. Память его празднуется 11 ноября. Они же сказали, «Пусть будет так, как ты, госпожа, повелеваешь». Когда они приближались к Александрии, о ее прибытии узнал Александрийский проконсул и послал почетных людей встретить ее и приветствовать ее, как дочь царскую. Она же, не желая приготовленных ей почестей, ночью вошла в город и, сама явившись в дом проконсула, приветствовала его и его супругу. Проконсул же с супругой упали ей в ноги, говоря, «Зачем ты так поступила, госпожа? Мы послали приветствовать тебя, а ты, наша госпожа, пришла к нам сама с поклоном». Блаженная Полинария сказала им, «Хотите ли вы сделать мне приятное?» Они же отвечали, «Конечно, госпожа». Тогда святая сказала им, «Отпустите же меня немедленно, не докучайте мне почестями, ибо я хочу идти помолиться святому мученику Мини». И они почти в ее драгоценными дарами отпустили. Блаженная же раздала те дары нищим. После того она в течение нескольких дней оставалась в Александрии, обходя церкви и монастыри. При этом она нашла в том доме, где имела пребывание, одну старицу, которая Полинария подала щедрую милостыню и упросила тайно купить ей мантию, парамант, клобук и кожаный пояс и все мужские одежды иноческого чина. Парамант или иноче называемый аналав – это принадлежность монашеского одеяния. В древности парамант состоял из двух ремней, надеваемых поверх хитона или рубахи крестообраза на плеча, в знамении подъятия на раменах крестного ига Христова. Иначе парамант устроялся из двойных шерстяных перевязей, опускавшихся с шеи и обнимавших крестообразно плечи под мышками, и затем припоясывавших нижнюю одежду. Впоследствии к этим ремням и перевязям стали прикреплять небольшой льняной плат на груди с изображением страданий Христовых, опоясываясь концами ремней или перевязей его крестообразно наподобие дьяконского ораря. Некоторые из иноков надевали парамант поверх одежды монашеской, иные же только сверх хитона или рубахи, как носят и теперь. В настоящее же время поверх одежды носят удлиненный парамант или аналав, только схимники. Старица же, согласившись, купила все это и принесших блаженность сказала, «Да поможет тебе Бог, мать моя!» Получив монашеские одежды, Аполлинария сокрыла их у себя, чтобы про то не узнали ее спутники. Потом она отпустила оставшихся при ней рабов и рабынь, кроме двоих, одного старшего раба и другого евнуха, и, севши на корабль, отплыла в лимн. Оттуда наняв она четырех животных, отправилась ко гробу святого мученика Мины. Поклонившись мощам святого и совершив свои молитвы, Аполлинария в закрытой колеснице поехала в скит поклониться живым, жившим там святым отцам. Был вечер, когда она отправилась в путь, и она велела евнуха находиться позади колесницы, а раб, находившийся впереди, правил животными. Блаженная же, сидя в закрытой колеснице, имея с собой иноческие одежды, совершала тайную молитву и спрашивая у Господа помощи в предпринятом ею деле. Наступила темнота и приближалась полночь. Приблизилась и колесница к одному болоту, находившемуся при источнике, который после стал называться источником Аполлинарии. А откинув покрывало колесницы, Блаженная Аполлинария увидала, что оба ее служители, Евнах и Возница, задремали. Тогда она сняла с себя мирские одежды и облеклась в иноческое мужское одеяние, обращаясь при этом к Богу с такими словами, «Ты, Господи, дал мне начаток сего образа, с подоби же меня до конца понести его по Твоей святой воле». Потом, осенив себя крестным знамением, она тихо сошла с колесницы, между тем, как слуги ее спали. И, войдя в болото, скрылась здесь до тех пор, пока колесница не уехала дальше. Святая поселилась в той пустыне при болоте и жила одна перед лицем единого Бога, которого она возлюбила. Бог же, видя ее сердечное к нему влечение, покрывал ее своей десницей, помогая ей в борьбе с невидимыми врагами и подавая ей телесное пропитание в виде плодов свинникового дерева. Когда же колесница с коей тайно сошла святая, двинулась дальше, слуги Евнух и Старис проснулись, и при свете наступавшего дня заметив, что колесница пуста, очень испугались. Они видели только одежды своей госпожи, а ее самой не находили. Они удивлялись, не зная, когда сошла она, куда отправилась и с какой целью, сняв при том с себя все одежды. Долго они искали ее, звали ее громким голосом, но не найдя, решили возвратиться назад, не зная, что другое им сделать. Итак, вернувшись в Александрию, они объявили обо всем проконсула Александрийскому, а тот, чрезвычайно удивленный сделанным ему донесением, тотчас обо всем с подробностями написал Анфипату Анфемию, отцу Аполлинарии, и отослал ему с Евнухом и старцем, оставшимся в колеснице ее одежды. Анфемия, прочитав письмо про консула, вместе с супругой своей матерью Аполлинарией долго и неутешно рыдали вместе, рассматривая одежды любимой своей дочери. А с ними плакали все вельможи. Потом Анфемий молительно воскликнул, «Боже, ты избрал ее, ты утверди ее в страхе твоем». Когда вслед за этим все снова зарыдали, то некоторые из вельмож стали утешать царя такими словами. «Вот истинная дочь добродетельного отца! Вот истинная отрасль благочестивого царя! В этом государь получила свидетельство перед всеми твоя добродетель, за которую Бог благословил тебя такой дочерью!» Говоря это и многое другое, они несколько успокаивали горькую скорбь от царя. И все молились Богу за Аполлинарию, чтобы он укрепил ее в таком житии, ибо поняли, что она ушла на трудное пустыническое житие, как это и случилось на самом деле. Святая же дева несколько лет прожила на том месте, где она сошла с колесницы, пребывая в пустыне около болота, из которого поднимались целые облака язвительных комаров. Там вела она борьбу с дьяволом и с телом своим, которое было прежде нежно, как тело девицы, выросшей в царской роскоши, а потом стало похожим как бы на броню черепахи, ибо она иссушала его трудами, постом и бдением, и отдавала на сиденье комарам, а кроме того ее опаляло зной солнца. Когда же Господь восхотел, чтобы она нашла себе приют среди святых отцов пустынников, и чтобы они уведали люди для своей пользы, то вывел ее из того болота. Ей явился во сне ангел и повелел идти в скит и именоваться Дорофеем. И она вышла из своего места пребывания, имея такую наружность, что никто не мог бы сказать, наверное, мужчина ли перед ним, или женщина. Когда она однажды рано утром шла по пустыне, ее встретил святой пустынник Макари и сказал ей, «Благослови, отче!» Она же и спрашивала у него благословение. И потом, благословив друг друга, они пошли вместе к скиту. На вопрос святой, «Кто ты, отче?» Он отвечал, «Я, Макарий!» Тогда она сказала ему, «Будь добр, отче! Позволь мне остаться с братьей твоею!» Старец, приведя ее в скит, отвел ей келью, не зная о том, что она женщина, насчитая ее с копцом. Бог не открыл ему этой тайны для того, чтобы впоследствии все получили от того большую пользу и для славы своего святого имени. На вопрос же Макария, как ее зовут, она отвечала, «Имя мое Дорофей!» «Слыша о пребывающих здесь святых отцах, я пришел сюда пожить с ними, если только окажусь этого достойным!» Старец спросил ее тогда, «Что ты можешь делать, брат?» И Дорофей отвечал, что он согласен делать то, что ему будет повелено. Тогда Старец указал ей делать сыновки из тростника. И святая дева стала жить как муж в особой келье посреди мужей, как живут пустынные отцы. Бог не давал никому проникнуть в тайну ее. Дни и ночи проводила она в непрестанной молитве и занятии рукоделием. С течением времени она стала выделяться среди отцов строгостью своей жизни. Сверх того, ей дана была от Бога благодать и исцеление недугов. И имя Дорофея было у всех на устах, ибо все любили этого мнимого Дорофея и почитали его великим отцом. Прошло довольно времени, и злой дух, которым была одержима младшая дочь царя Анфемия сестра Аполлинария, стал сильнее мучить ее и кричал, «Если вы не отведете меня в пустыню, то я не оставлю ее». К этой хитрости дьявол прибег до того, чтобы обнаружилось, что Аполлинария живет среди мужчин, чтобы изгнать ее из скита. А так как Бог не допускал дьяволу говорить что-нибудь об Аполлинарии, то он мучил ее сестру, чтобы ее отправили в пустыню. Вельможи советовали царю послать ее к святым отцам в скит, чтобы те помолились о ней. Царь так и сделал. Послал в пустынным отцам свою бесноватую дочь со множеством слуг. Когда все прибыли в скит, навстречу им вышел святой Макарий и спросил их, «Зачем, чадо, вы пришли сюда?» Они же сказали, «Благочестивый государь наш Анфемий прислал свою дочь, чтобы вы, помолившись Богу, исцелили ее от болезни». Старец, приняв ее из рук царского сановника, отвел ее к Аведорофею Ильиночек Аполлинарии, и сказал, «Вот эта царская дочь, которая нуждается в молитвах здесь живущих отцов и в твоей молитве, помолись о ней и исцели ее, так как тебе от Господа дарована сия способность исцеления». Аполлинария же, услышав это, стала плакать и говорила, «Кто такой я, грешный, что вы приписываете мне власти сгонять бесов?» И, склонившись на колено, умоляла старца такими словами, «Оставь меня, отец, плакать о многочисленных грехах моих. Я немощен и не в силах сделать что-либо в таком деле». Но Макарий сказал ей, «Разве другие отцы не творят знамений силой Божией? И тебе также предоставлено это дело». Тогда Аполлинария сказала, «Да будет воля Господня». И, умилосердившись над бесноватой, взяла ее в свою келью. Узнав в ней свою сестру, преподобную со слезами радости, обняла ее и сказала, «Хорошо, что ты пришла сюда, сестра». Бог же запретил бесу объявлять об Аполлинарии, которая продолжала скрывать свой пол под видом и именем мужчины. И святая боролась с дьяволом молитвою. Однажды, когда дьявол стал особенно сильно мучить девицу, блаженная Аполлинария, возив руки к Богу, со слезами молилась о сестре своей. Тогда дьявол, не будучи в состоянии противиться силе молитвы, громко закричал, «Беда мне! Меня гонят отсюда, и я удаляюсь!» И, поверши девицу на землю, вышел из нее. Святая же Аполлинария, взявши с собой выздоровевшую сестру свою, привела ее в церковь и, преподая к ногам святых отцов, говорила, «Простите мне, грешному, я много грешу, живя посреди вас». Они же, призвав посланных от царя, отдали им исцеленную царскую дочь и отпустили ее с молитвами и благословением к царю. Родители весьма обрадовались, когда увидели свою дочь здоровую, и все вельможи сорадовались счастью царя своего и прославляли Бога за столь великую его милость, ибо видели, что девица стала здорова, прекрасна лицом и тихо. Святая же Аполлинария еще более смиряла себя среди отцов, принимая на себя все новые и новые подвиги. Потом дьявол снова прибег к хитрости, чтобы огорчить царя и обесчестить его дом, и даже обесславить и причинить зло мнимому Дорофею. Он снова вошел в царскую дочь, но не мучил ее, как прежде, а дал ей вид зачавшей женщины. Увидев ее в таком положении, родители чрезвычайно смутились и стали допрашивать ее, с кем она согрешила. Девица же, будучи чиста телом и душой, отвечала, что она сама не знает, как это с ней случилось. Когда родители побоями стали принуждать ее к тому, чтобы она сказала, с кем пала, дьявол сказал ее устами, «Тот черноризис, в келье которого я жила в скиту, виновен в моем падении». Царь пришел в сильное раздражение и повелел разрушить тот скит. Царские воеводы пришли с воинами в скит, и с гневом требовали выдать им черноризиса, оскорбившего так жестоко царскую дочь. А в случае противления угрожали истребить всех скитников. Услышав это, все отцы пришли в чрезвычайное смятение. Но блаженный Дорофей, выйдя к слугам царским, сказал, «Я тот, кого вы ищете. Возьмите меня одного, как виновного, а прочих отцов, как невинных, оставьте в покое». Отцы, услышав это, огорчились и говорили Дорофею, «И мы пойдем с тобой, потому что они не считали его виновным в том грехе». Но блаженный Дорофей говорил им, «Господа мои, вы только молитесь обо мне, я же надеюсь на Бога и на ваши молитвы, и думаю, что скоро благополучно вернусь к вам». Тогда они повели его всем собором церковь, и сотворив о нем молитвой, поручив его Богу, отдали его посланным от Анфемия. Ава, Макарий и другие отцы были, однако же, уверены в том, что Дорофей ни в чем не повинен. Когда Дорофея привели к Анфемии, он упал к его ногам и сказал, «Умоляю тебя, благочестивый государь, терпеливо и в молчании выслушай то, что я скажу о твоей дочери. Но я скажу вам все только наедине. Девица же чиста и не потерпела никакого насилия». Царь и царицу остались тогда с Дорофеем одни, и он сказал им, «Умоляю вас, именем Божиим, обещайте мне, что вы, узнав истину, отпустите меня на мое место жительства». Когда они дали ему в этом свое царское обещание, то блаженная Полинария сказала им, «Это я, смиренный, исцелил вашу дочь с помощью Божией и по молитвам святых отцов». Царь и царицы, как бы они имели от удивления, и со вниманием слушали блаженную. «Я открою вам», — продолжала та, — «великую тайну доселить тщательно сохранявшуюся мною для того, чтобы посрамить дьявола, клевещущего на невинных». Сказав это, она сняла покров с груди своей, и царь и царицы увидели, что перед ними не мужчина, а женщина. Отец сказал тогда блаженная, «Я дочь твоя, Аполлинария». Услышав это, родители сначала как бы омертвели от ужаса и удивления, но потом, узнав в ней свою дочь, чрезвычайно обрадовались и пролили в тот день немало радостных слез. Затем они привели к блаженной Аполлинарии сестру ее, которую считали беременной, и сказали ей, «Знаешь ли ты этого чернориса?» Она отвечала, «Да, это действительно тот самый человек, который исцелил меня силою Божией». И упав святой в ноги, девица умоляла ее, чтобы она исцелила ее чрево. Аполлинария же, подняв с земли сестру свою, положила ей на чрево руку свою, и бес тотчас же бежала, а девица стала здорова, как прежде. Увидев это, родители прославляли Бога и говорили, «Действительно, это наша дочь Аполлинария». И поднялся в царском доме радостный плач, и о том, что нашлась неожиданно старшая дочь Аполлинария, о которой до толи не было вести, и о том, что другая дочь освободилась от незаслуженного позора. Святая же Аполлинария пробыла у родителей своих несколько дней, и подробно рассказала им все о себе, а слушавшие ее родители прославляли Бога за его чудесное промышление. Когда же святая вознамерилась уйти в свое место пребывания, родители стали молить ее о том, чтобы она осталась у них. Но они не могли упросить ее, а при том и не хотели нарушить царское свое слово, данное ей, что отпустит ее на место ее жительства ранее открытия тайны ее. Итак, они против собственного желания отпускали свою любимую дочь, плача и рыдая, но в то же время радуясь в душе такой добродетельной дочери, которая предала себя на служение Богу. Блаженная же Аполлинария просила своих родителей помолиться о ней, и они сказали ей, «Бог, которому ты уневестила себя, да усовершит тебя в страхе и любви к Нему, и да покроет тебя своей милостью, а ты, возлюбленная тщерь, поминай нас в своих святых молитвах». Ей хотели дать много золота, чтобы она отнесла его в скид на нужность святых отцов, но она не захотела взять его. «Отцы мои», — говорила она, — «не имеют нужду в богатствах этого мира. Мы заботимся только о том, чтобы не лишиться благ небесных». Итак, сотворив молитву и долго проплакав, обнимая и лапзая свою любимую дочь, царь и царица отпустили ее на место ее жительства. Блаженная же радовалась и веселилась о Господе. Когда же она пришла в скид, отцы и братья возрадовались тому, что брат их Дорофей вернулся к ним невредим и здрав, и устроили в тот день празднество в благодарение Господу. Никто так и не узнал, что приключилось с ней у царя, а равно осталось в безвестности и то, что Дорофей — женщина. И жила святая Аполлинария, этот мнимый Дорофей, среди братьев, как и прежде, пребывая в своей келье. Через некоторое время, провидя свое отшествие к Богу, она сказала Авве Макарию, «Сделай мне милость, отче, когда мне наступит время отойти в иную жизнь, то пусть братья не омывают и не опрятывают моего тела». Старя же сказал, «Как же это можно?» Когда они, она приставилась ко Господу около четыреста семидесятого года, братья пришли омыть ее тело, и увидев, что перед ними женщина громогласно восклицали, «Слава тебе, Христе Божий, имеющий много сокровенных святых у себя!» Святой же Макари удивлялся тому, что ему не была открыта эта тайна. Но в сонном видении он увидел одного человека, который говорил ему, «Не скорби о том, что от тебя была сокрыта эта тайна, и тебе подобает быть увенчанным со святыми отцами, жившими в древние времена». Явившийся сказал при этом о происхождении жизни блаженной Аполлинарии и назвал ее имя. Воспрянув от сна, старец созвал братья и рассказал им о том, что видел. И все дивились и славили Бога дивного во святых своих. Украсив тело святой, братья с почетом погребли ее на восточной стороне храма, в гробнице святого Макария. От святых мощей ее совершались многие исцеления. В честь самого Христа Бога, которому слава со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.